я в первую очередь хочу сказать спасибо всем вам что вы пришли на шаббат и в прошлый раз на прошлый шаббес мы с вами говорили о сомнениях как можно открыть их господу помните да но в первую очередь хочу сегодня всех вас поблагодарить за молитвы о наших близнецах эфи илиев если с возможно будет в четверг была проведена операция на артерию эфи доктора с радостью сообщили что спится специальный прибор номер размера 3 который был последним которые они испытывали подошел иначе нужно было делать очень опасную открытую операцию с непредвиденными последствиями вот наши эфи и с хочу сказать всем большое большое спасибо ей нужно будет несколько дней для того чтобы прийти в себя начать будем говорить привыкнуть к работе сердца артерии и тому подобное и сейчас повернитесь к вашему соседу пожалуйста поверите вашу соседу и скажите очень просто не сомневайся все будет хорошо бог знает надо поговорить и как я это сделал специально потому что это удивительно что в этом примере то что мы сейчас сделали повернулись к соседу и сказали ним типа не сомневайся все будет хорошо бог знает мы сразу сделали несколько тем тем для проповеди кто ближний вообще вопрос кто вообще ближний кто вообще сомневается да или есть сомнения бог вообще все знает и как говорится все будет а хорошо не всегда будет или хорошо будет потому что бог знает давайте вместе посмотрим историю о добром самарянине где он об этом к вот ишуа рассказывает об этих вот трех в лета в четыре таких темы которые у нас есть это не благотворительный фон добрый самарянин это личность человека с которой нам приходится дайте встречаться в писании и ишуа очень особенно говорит об этом и начинается эта история с человека знающего писания и в то же время испытывающий ишуа простым вопросом вопросом которые у каждого человека есть это вопрос и простой он знающий человек узнает писание изучал слово божье то есть тору автору да он очень на какой будет так он законник или там быть знающий закон и он дает вопрос который наверное каждому интересен что мне делать чтобы наследовать жизнь вечную спросите себя что же мне делать чтобы наследовать жизнь вечную он задает этот вопрос провокации то есть испытывая ишуа на ответ я думаю такие вопросы дают люди когда понимают что жизнь здесь на земле таки когда-то заканчивается но есть перспектива будущего из перспектива вечной жизни и вот есть много факторов здесь на земле чтобы забронировать себе место вечной жизни и давайте откроем вместе лука 10 глава и вот один закон никто следует следующий в законе сведущий в законе встал искушая его сказал учитель что мне делать чтобы наследовать жизнь вечную интересно очень интересно что не только в иудаизме вопрос вечности стоит так ребром многие религии а культ и всегда как бы смотрят в будущее что-то нужно сделать здесь на земле каким-то образом именно вот получить четкое понимание а что ты попадешь вечность то есть вечную жизнь получить это очень важно ишуа сказал ему законе что написано если ты законник то что там написано как ты можешь читать то есть как ты делаешь трактовку или как ты объясняешь то что записано в законе он сказал в ответ возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим всем душой твоей всей крепости твоей всем разумением твоим и ближнего твоего как самого себя ишуа сказал ему правильно ты отвечаешь все это все правильно так поступай и будешь жить он не ответил что ты будешь иметь жизнь вечную так поступаешь ты будешь послужить то еще дожить до смерти еще заслужить нужно ту смерть которая приведет тебя в вечность любви слове ты что-то должен делать поступай так и будешь жить но желая оправдаться оправдать себя сказал ишуа как ишуа а кто мой ближний то слово оправдать я посмотрел там переводах с греческого языка потому что новый завет записано на греческом языке она означает оправдывать себя или считать себя праведным объявлять праведным провозглашать праведным себя признавать праведным то есть другим языком призывать законным такими словами и и он хотел оправдать свою праведность потому что я изучаю закон и я понимаю поэтому хочу тебе задать а кто же мой ближний на это ишуа сказал некий ты человек шел из иерусалима вверх он попал бы разбойников которые сняли с него одежду изранили его и ушли оставил его едва живым слова едва живым это означает что человек просто мог просто потерять сознание в пустыне это это под путешествие от иерусалима до ерихона это между прочим долгий путь это немножко как к мертвому морю большая разница в перепадах там пустыне то там где ишуа был искушаем к после водного погружения после твилы это не очень приятное место и что интересно самарянин а вида 6 извините и по случаю один священник шел под той дорога увидите его прошел мимо также левит бы на том месте подошел посмотрел прошел мимо законе вот законника ишуа не трогает и он не приводит не приводит его пример только священника левита есть есть свой кб цимис в этом чтобы понять что человек хочет вообще услышать до самарянин это не тот тупый житель самары хорошо не пользуется ладой самарой тоже никто проезжая мимо не нас не нам не на жигулях нашел на него то есть нашел его и увидев его сжалился над ним слова сжалился здесь еврейское слово использовать жалость или жалится рахамин рахамин и подойдя перевязал ему раны возливая масло вино человек умирает вино и масло понятно что мы вино для то что стерилизировать стерилизация произошла маслом чтобы та жара которая там есть не вас не высушивала те раны которые были этом человеке и посадила на своего осла привез в гостиницу позаботиться о нем а на другой день отъезжая вынул 2 динария дал содержим содержатель гостиницы сказал ему позаботиться о нем если и сдержишь что более я когда возвращусь отдам тебе следующий вопрос кто из этих троих думаешь ты был ближний попавшему разбойником повернувшись сегодня друг другу вашему соседу когда мы говорили все одни типа не сомневайся все будет хорошо вы как раз и подтвердили правильность этого вопроса кто мой ближний ближний это только по словарям для почитать тот то самое близко к тебе это вот рядом сосед твой до соседы этот те тот с кем ты имеешь дело книжник не зря спрашивает вопрос не зря поймите это не просто так тома ближе бы то он тупой не он задает вопрос как кому мне правильнее проявить свою милую свое милосердие свою заботу которая даст мне перспективу вечной жизни он быть кому больше всего мне послужить и что мне делать вот в этом вопросе до ближнего кому из этих ближних кто-то может быть семья друзья враги шпики это те кто вообще дальние родственники близние родственники кому потому что слово сосед означает тот тем с кем ты имеешь дело то есть самые близкие самые близкие родные это мама папа здесь дети сестры братья правильно да кому из моих близких и родных больше всего проявлять милость чтобы получить вечную жизнь вопрос отдать интересный еще рассказывать ему историю о добром самарянине четко указано то что есть в этом самарянине характер и экстра забота о человеке который даже не его знакомый не враг и абсолютно вообще не знакомец а показывает то эту картину человека доброго проявляющие милосердие плюс он еще год я позабочишь после то есть пока он выздоравливает я хочу чтобы ты позаботился кто из этих троих ты думаешь был ближний попавшему разбойнику кто это не загадка кто кому рабинович теперь только мой рабинович но очень важный принципиальный насущный вопрос поступков здесь на земле способствует изменить нашу жизнь хотя еще не указывает на это что ты должен с добрыми делами попасть в небо вопрос и задачника хротически книжник решает узнает писание библии он очень быстро решил вопросы задачника он сказал конечно то кто произвел проявил мир милость он произвел милость то есть он был к нему благорасположение дай проявил то заботу значит он и является тем самым близким но не просто человек который жалился о своем сердце у нас бывает такой же нам жалко тех людей которые ну довели себя до какой-то кондиции нам жалко этого пьяницу который валяется на команда которая там уже извините под себя подходил нам жалко таких людей но здесь на самом деле вопрос стоит как никак жалко тебе этого бедного а как ты позаботишься о том где где сердце твое поговорить тебе подожди прояви милость тот является милостиво кто делает заботу они просто чувствую жалость человеку который найти это самарянин да вот проявив свою заботу тому кто-то не был даже с ним знаком никогда и оказался тем самым близким теологии очень много нас есть теологов хороших людей которые разбираются в христианской теологии часто в работах своих они пишут пишут такие вещи которые ну они важны для формирования человека и когда я смотрю что они пишут о милости и благости или благодати они за чаще всего говорят следующее мил милость и благо часто путаю люди потому что они похожи по своим функциям милость и благость и вот они объясняют что милость связано с прощением грехов когда грешник не получает наказание который заслужил я думаю что здесь вот этот человек который направлялся из иерусалима в ерехон да он может быть не был грешником тут его побили и оставили умирать благодать они пишут указывает на получение от бога дара который недостоин и не заслуживает человек покажите человек повернули человеку жизнь это благодать или же это милость самарянин оказывает милость этому человеку или благодать вот интересный момент на еврите мило милость и благодать можно вот описать сказать одним и тем же словом то есть или же бы мы говорим рахом или же можем хэссет то же самое как бы имеют одни и те же бы понятие конечно они имеют об объяснении всяким но именно благодать хэн она открывает милосердие которые она тем избавление от суда и благодать распала распространяющую доброту на недостойных что происходит здесь в этом в этой истории во первых самаря самарянин он проявляет вот такое слово благодать тот тот недостойный спасение . бы да он проявляет его благодать он подошел к нему обвязал посадила своего осла привез его в гостиницу позаботиться потом уходя делает хэссет еще дополнительная заботу оба человеке и вот в этой истории шумой как бы использует два этих слова для того чтобы показать кто мил ближний твой не то кто по тебе проявил жалость и бывает такое гнуть или там но возьми девушка денег да ползешь самые и все лишишь я спешу но на самом деле он проявляет и милосердие то есть и милосердие к нему и благодать то есть милость и благодать тут заключается слово то кто проявил милость хэн или может как хэссет слова очень важны и фактически когда мы говорим о благодати вообще-то чем можем говорить мы часто его используем благодать что такое благодать вообще мы совсем нас запутали чего-то чуть-чуть что-то мы получили даром а все что даром да как бы вот то называется как одесский шара да спрашиваю студента на экзаменах сделать и как бы вычислить объем шара а следует шара объема не имеет очень просто все по благодати когда я задавал вопрос почему я должен говорить именно слово благодать я почувствовал внутри такой как бы пасну послание от бога посмотри что происходит последнее время за эти полтора года войны как ты думаешь сколько людей сегодня нуждается благодать и в милости сколько людей как много сколько верующих сегодня у теряли благодать или милость тоже много наверное найти говорю господи и что когда я почувствовал чтобы нам нужно поговорить о благодать именно это слово вот милосердие дай благодать она как будто переплетающий одно с другим одним словом кен нечто особенное сегодня очень много грумых жестких людей сегодня солдат которые увечены их тысячи которые потом нужно будет проявлять ним любовь и милость который будет срываться возможно в тех же такси маршрутках в автобусах которых будет выявлять свое недовольство за это были умирали сколько тяжело покалеченной войной судеб тела наших защитников эмоциональных срывов родителей детей тысячи тысячи которые будут помнить бомбежки и у нас есть люди которые знают что такое бомбежка быть ранеными у меня канал вопрос что такое благодать опишите ее действия что-то такое когда однажды разговаривал с одним под человеком который пережил гонение в советском союзе унижение он сказал мне благодать это нечто особенное так когда твоя жизненная река то есть твоя жизнь она как будто течет стремительно движется а в конце это реки величайшие водопады и возможно что ты можешь туда упасть это называется ад и тебе дали в лодку еще две пары весел и ты со всех сил гребешь чтоб только вы не попасть в этот ад вот это называется благодать этого боже гриби гриби дайте помните да но ведь неудивительно что благодать когда и со всех сил гребешь чтобы ты становишься таким породка парубком моторным и таких людей мы замечаем они всегда стараются своей жизни вместо того чтобы довериться в богу и все же этот пастырь мне сказал что из стаб опрошенных пастыров которые задал то тоже вопросу такое благодать с 90 процентов ответили дежурной фразой незаслуженный дар просто мы были плохими нам все списали незаслуженный дар теперь мы вот такие слава богу благодатью живем благодать и поездим благодать и погоняем да вот такое это вот найти меня заочаровывает и когда я говорил с ним о том что благодать это все-таки некое откровение которое мы получаем в боге что это все-таки божественная вас возможность получить иметь отношения с богом получить исцеление получить нисхождение прищепка всему как этот самарянин оставить себе что-то чтобы запас а тебе позаботиться задумайтесь за словами благодать или благодать удивительного облегчения вы когда-нибудь чувствовали такое чувство да как ты приходишь сюда даже люди поднимаются наверх на улице жара до поднимаются говорят садятся благодать облегчение или нет ну кто-то еще пошел был три дня не мог ходить тот раз пошел выпил персил ли что там еще и вы эту благодать облегчение пришло сразу какая разница что-то можешь скушать вот они сможешь кушать или благодать поразительного возможности удивительной возможности ты приходишь на работу пишешь заявление до тебя 30 человек не приняли а тут ты написал заявление делать вы принято на работу мощь как это получилось ты лишь по благодати годность который год бог видит человеке благодать это то что бог видит в тебе и он раскрывает в тебе тут возможность благоволение к успеху вдохновляет эти слова или нет но когда говоришь об этом люди говорят давай посмотрим что такое благодать в греческом переводе глория основы именно христианской базовой богословия есть соло скриптура соло графия и вот они когда говорят об этом что это незаслуженный дар который мы ничего не могли делать и бог просто нам дал мы не ценим что-то такое вместо того чтобы спрашивать верующих что такое благодать нам бы стоило спросить а что вообще-то она делает не говорит что такое благодать а что благодать для тебя и для меня делает что переживаем ли мы эту благодать я думаю что этот человек который путешествовал из иерусалима вверх он пережил благодать в в лице самарянина умирающий тут приходит ему дал облегчение вы боже спасибо какая благодать что ты проходил мимо и заметил меня что это благодать что-то сделала для меня было на действительности божественный образ способствует нам жить облегченной и годной жизни миссии кратить понимаешь что только в бог который может позвольте о тебе и ты чувствуешь переживаешь эту благодать что только ты живешь и ее что ты надеешься на бога когда приходит обстоятельства бог подает тебе эту благодать и выше господи спасибо может стоит нам сегодня подумать над словами что такое благодать например неоценимая благодать по посланиях ефесян на 2 глава 8 стих его благодать и вы спасены через веру из ее не от вас это божий дар неоценимо попробуйте описать этот с это спасение неоценимая благодать вешу о миссии это божий дар каждому из нас это неоценимая часть богат через веру это не то что в нас было чего мы искали это то что бог нам открыл и нам открылся услышите меня дорогие на небе гордиться вообще-то нечем и не будем там гордости нету там не будет такое я добился я прошел я это сделал по благодати спасенный я был верным нечем будет гордиться да нечто особенное состояние ты говоришь господи спасибо прошел до конца остался верным это благодать мы тут на земле хвалимся очень часто нашими кем мы были какими грехами мы там себя как бы утешали какими были плохими и знаете когда слушаю иногда ну мне нравится когда люди свериться о том что бог спас их от таких от таких других вещей да я был конченным наркоманом или алкоголиком я там был бы убийца или там еще каким-то год и по благодати я услышал слово это слово во слове из спас и бог меня поднял сегодня я успешный я так думаю а шо ж мне сказать не курил не пил не гулял не ну как не бил никого не грабил ну нечем хвалиться думаешь круг как меня мог бог вообще так бы так спасти чем еще хвалиться сижу молчу шо мне сказать это понимаю что ведь фактически нечем хвалиться благодать от то что приходит к тебе что ты по ним внутри понимаешь боже спасибо я был мертв самое худшее состоят я был мертв и я жил в тебе мы часто говорим аллегориями это потому что найти грибу со всех сил я здесь всю жизнь надо грести чтобы вдать достичь небо фактически мы нет не оцениваем то что сделал для нас богом дамы когда покаялись мы знали что не ценимая жертва была за нас дано и мы сокрушались но проходит 20 лет и когда мы приходим к силу причастия до к мы вспоминаем о том что сделал еще во мы не так часто плачем мы не так часто сокрушаемся мы не так сейчас а вы благодарны бог за то что он сделал для нас когда первый раз пришли к нему что-то в нашей жизни поменялось мы настолько были благодарны ему да удивительная благодать что сын божий добровольно пошел на смерть ради нас благодать покрывает множество глупых и вот прегрешение очень много удивительная благодать знаете когда есть папа здесь который есть воспитывать своих детей говорит пушать не делай этого другого не у нас опыт уже есть есть у нас опыт не стоит и наши дети когда делают ошибки мы все равно их что прощаем покрываем мы приживаем и к себе слушай все бывает вот благодать покрывающий множество глупых прегрешений и когда мы понимаем что мы были недостойны мы сделали столько много ошибок и вот это божья любовь приняла нас такими как ему есть мы знали что там неправильно дело да когда вы получаем эту благодать вот множество грехов наше покрыто тогда мы понимаем что то чего мы как мы живем сейчас да иногда мы недооцениваем ту благодать которая вот мы переживаем из вот без такое решение как бы не решение извините римлян опала получая определенные оправдание даром по благодати его искупление вешуа миссии незаслуженная благодать не раз мы ничего не смогли сделать мы с вами не заслужили того что мы пережили когда еще были грешниками тем более не заслужим это сейчас скажите кто-то из вас перестал грешить подруга вы покаялись и все таки но не так сразу как было но так бы так мы сейчас его так чуть-чуть раз под коврик и все и как-то когда так и тогда мы не мы не заслуживали прощения да так и сейчас но благодать мы понимаем что это греческое слово кайрос или как нарис извините и на ивритик н в этом отрывке означает незаслуженное бога благоволение то есть богорасположение но немного хочу расширить ваше понимание что такое еще незаслуженная благодать мы просто привыкли к слову благодать так что мы знаете его определили в библейское только лишь понятие когда мы говорим слово благодать у нас в голове только это это религиозное послание какое-то и определение но это слово еще пятерка стала таким религиозным она имела библейское на основании и в в обществе это означало некую гуманитарную поддержку от влиятельного человека просто до люди ну другими словами благодать это не только религиозное слово этого слова идет хасы да то есть делать добрые мы говорим хэн это благодать это доброта какая-то до делать что-то особенное для человека вот чтоб происходило тогда то что я вам все скажу это наверно будет очень непривычно мы привыкли тому что в благодати то есть или в даяние участвует два человека я например да хочу помочь человеку и участвует два человека я кто помогает это кто принимает старое время слова именно благодать она не имела это вот значение тот это хасы да вот этот это не имел это значение был сюда человек интересный человек который в обществе в этом обществе участвовали бы в благодать участвовать три человека всегда это человек который представлял дающего то есть то кто мог найти тебе дать то что он имеет то есть вызвать его за патронку самый главный до которой потом принимающий дар это клиент вы мы его с вами клиенты у бога мы с вами принимаем и третий человек который был его назвали посредник то есть брокер другими словами и вот это эти три слова или три участника и означало благодать что это значит все из вас знают олю нашу рыбакова где-то оля да с каждым обществе то из каждой ковка в каждом сообществе до находились такие люди которые ходили узнавали что людям надо это не то что там богатый человек он до вышел после бизнеса думает денег много надо раздать это сильно много будет плохо перед богом бы богатый царство божие не наследует это так она чуть-чуть чуть поменьше иметь поэтому чтоб можно было чего постановить царство божье не нет такого человека не так не по не происходило бывший человек который смотрел видел ситуации которые происходили в обществе тоже писание говорит о том что если после тебя будет брат бедный помните да ты можешь даже поделиться с этим то что ты увидел а именно человеке которые приходили и говорили в чем ты нуждаешься чем ситуация я возьму на заметку я пойду на заметку и вот этот человек который брокер он узнавал как наша оля какие ситуации происходят что с любви происходит а потом приходили к людям которые могут это дать то ли другое например 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 человеку нужна обувь и этот человек это брокер узнает что нужно обувь одному человеку подходит к человеку который богатый говорит человеку другому нужна обувь можем все его его предоставить другими словами у меня я знаю где есть фабрика где или в моей подставке я делаю экспорт и знаете что следующее происходит брокер покупает это ну как бы эти эту вещь и дает ее нуждающемуся слышите нет удивительно когда я прочитал это старые вот старые такие вот принципы не такая есть книга очень толстая это как и называется это быть по-английски но звучит а традиции и отличие обычаи народов и там этого так эта история записана я когда увидел и понял позже мы были потеряем мы нуждались чем-то и шуа стал посредником идет туда же ты можешь дать им спасение милый то я стану ты благодатью как заплатить за то чтобы они были спасены когда посмотрел этот этот пример я понял что мы благодать не понимаем до конца не заработанная благодать мы не можем заработать то есть римлянам 11 6 но если вы благодарят по благодати то не по делам иначе благодать не было бы благодатью а если по делам то это уже не благодать иначе дело не все уже и дело другими словами запутано все было по благодати то есть не по собственным делам но дар бог вот это слово именно дар от бога благодать нечто особенное состояние благодать либо даром либо заработали делами а если это не благодать Тогда это просто не благодать, ты просто зарабатываешь своими религиозными делами, какими-то особенными поклонами или молитвами. Никто из нас не получил подарка в день рождения, который бы сам себе приготовил, правильно? Кто-нибудь себе делал подарок? Ты поработал, ты его завернул, ты его купил, ты его сделал, заработал, потом приходишь к нему, спасибо за подарок. А я переживал несколько раз таких вещей, особенно с детьми. Кто-то Новый год отправлял, мы хануку справляли. Ты этот подарок идешь, покупаешь для всей семьи, ты за это платишь, заворачиваешь, утром дети просыпаются, да ханука, и начинают раскрывать эти подарки. И потом там написано, Рома, Давид, Джошуа, Татьяна или там папа, и тыкают тебе этот подарок, и говорят, папа, тебе подарок. Я говорю, я знаю, я его сам купил. Это благодать или нет? Как мы к этому относимся? А, да, точно, хороший подарок. Если мы не переживем Божьего благодати так сильно, чтобы мы понимали, чтобы мы не своими делами это сделали, мы не сможем заработать. Но, знаете, вот хочу, чтобы мы поняли это. Хотел бы вам показать, как выглядит вообще благодать. Этот пример я проводил много-много лет назад. Я на него наткнулся, и меня впечатлила эта картина. Картина верующих людей. Картина и история отца и сына, которые прославились на весь мир. Рик и Дик Хойт называли команда Хойт. Может быть, кто-то не помнит, не знает, но, может быть, вы видели это видео. Рик родился с дефектом. Не мог говорить и научился через компьютер разговаривать с людьми. То есть, нажимая какие-то делами. Он даже, у него руки сложно было. Он мог научиться говорить. Потом он не двигался. Ему придумали специальный аппарат для общения. Когда Рику было 15 лет, мальчику, у него ДЦП такое страшное. Его друг попал в аварию, и люди делали забег, чтобы собрать деньги на операцию. Ну, у нас благотворительные такие вещи. Мы тоже делали. Если помните, у нас тоже для наших детей мы делали сбор. Что-то придумывали, то распродажи делали. Что-то сделать особенное. И Рик, он, чтобы вы понимали, он прикован к коляске. Он не может говорить. У него проблема с двигательным аппаратом. И он говорит, папа, Мы можем помочь сделать забег ради друга? Для того, чтобы собрать финансы. Папа сказал ему, да. Они вдвоем пробежали после этого 72 марафона. 255 триатлонов. Кто знает, что такое триатлон? Окей. Игорь, молодец. Это 4 километра плавать, 42 километра бега, 180 километров велопробега. Давайте посмотрим на этих двоих отца и сына. Игорь, молодец. Игорь, молодец. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok попали под бомбежки когда уничтожен квартира осколки находятся в руках когда пришлось хоронить друзей близких в бункере просидеть я скажу так что то что я слушал я мог сказать нам повезло многим знакомьтесь друг с другом узнавайте жизнь друг друга не проходите мимо не проходите мимо того что происходит вокруг нас не проходите мимо детей мимо инвалидов мимо нуждающихся мимо простых людей которые кажется вам с ними все хорошо кто мы близки тот с кем мы имеем дело и в мариуполе и во львове в крыму кто мы близки в бане леса боне в нью-йорке варшаве позвольте богу просто вас взять в это путешествие показать вам мир который не заключается только в наших четырех стенах